На телеканале Витебск время арт. Здравствуйте! В ноябре один из самых старейших и богатейших музеев Беларуси Витебский областной краеведческий музей отмечает свой день рождения. Таким образом, плавно приближается к своему столетнему юбилею, который мы будем с вами отмечать в 2018 году. А сегодня время арты приглашает вас, дорогие наши друзья, совершить, скажем так, телевизионную экскурсию и подробнее узнать о работе музея, которая не ограничивается только выставочной деятельностью, как многим кажется на первый взгляд. Хотя о выставках, причем даже прежних сезонов, мы будем сегодня вспоминать. Областной краеведческий музей основан 12 ноября 1918 года по постановлению Витебского губернского отдела народного образования. Основой музейной коллекции явилось собрание древности Антона Бродовского. В 1924 году музей переехал в здание городской ратуши. В разное время здесь размещались магистрат, городская дума и управа, полиция, суд. Витебский областной краеведческий музей – один из старейших на территории Беларуси. Его собрание насчитывает более 205 тысяч предметов. Среди уникальных экспонатов – берестяная грамота XIII-XIV веков, коллекции нумизматики, фарфора, оружия, старопечатные книги, серебряный рыцарский пояс и кларнет XVII века. Посуда первых белорусских мануфактур, оружие 1812 года, предметы из коллекции историков и краеведов Антона Бродовского, Алексея Сапунова и Васлова Федоровича. Краеведческий музей организует сменные выставки из собственных фондов и музеев Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. Проводит экскурсии, лекции, музейно-педагогические занятия и тематические вечера. Валерий Алексеевич, Краеведческому музею повезло еще и по месторасположению. Вы расположились в историческом здании с многовековой историей, который является символом нашего города, городской ратуши. Да, действительно, в отличие от многих музеев и областных, и районных, мы расположены в центре города, в здании, которое стало символом Витебска, имеет многовековую историю. Но дело в том, что сам музей был создан несколько раньше, чем он оказался в здании ратуши. Мы ведем свою летопись с 1918 года, когда Антон Бродовский принял решение о передаче о даре своей коллекции города, и тогда создается губернский музей. Располагался он в здании в одном из помещений нынешнего политехнического колледжа. Если говорить о еще более ранней истории, то в Витебске существовал музей губернского статистического комитета, создавался, собиралась коллекция. Были частные музеи Вацлава Федоровича, было древлехранилище, это музей, имевший такую религиозную направленность. Но все-таки, собственно, как музей губернский, как музей региона, это 1918 год. И, наконец, в 1924 году было принято решение о переводе музея в ратушу. И, по сути, под этой крышей были собраны коллекции, ранее находившиеся в разных ведомствах. И с этого момента можно говорить о таком большом собрании, о большой коллекции. И нам повезло также, что здание ратуши сохранилось. То есть основная часть, старое здание ратуши, это подлинное здание, построенное в 1775 году. Конечно, были перестройки 1913 года и в послевоенное время. Но все-таки, в отличие, например, от новостроек в Минске или в Могилеве, все-таки это оригинальное и подлинное здание. И этим мы уникальны, в общем-то, в масштабах всей республики. — Но вот бытует мнение у многих, ну, кажется, музей-музей, прийти посмотреть экспонаты, редкие, раритетные. Но ведь работа ваших коллег заключается не только экспонировать какие-то выставки. Это, прежде всего, и исследовательская большая работа, и научная, и публикационная. Расскажите о каких-то… — Да, действительно, бытует такое мнение. И в сфере наших посетителей, жителей музеев — это только то, что они видят. То есть это экспозиции, это выставки. И зачастую не все понимают о том, что прежде чем выставить, прежде чем провести какую-то выставку, нужно эти предметы описать, нужно определить, атрибутировать. И иногда это очень большая и сложная работа. И, по сути, выставка — это вершина айсберга, видимая часть. А скрытая часть остается иногда в наших каких-то справках, в наших каталогах, в наших описаниях музейных предметов. Но цель музея — это все-таки ввести эту информацию в научный оборот, сделать ее доступной. И здесь не просто, так скажем, показать результаты своей работы. Иногда это необходимо для того, чтобы получить дополнительную информацию о тех же предметах. Но помимо того, что мы сами публикуемся, сами издаем статьи, уже стала традиционной конференцией «Витебские древности». Но, в общем-то, все это началось с того, что мы проводили конференцию, посвященную 90-летию нашему музею в 2008 году. Это была достаточно крупная конференция. Тогда, в общем-то, определился круг тем. Это и археология, это и этнография, это история музейного дела, история коллекций, и музея ведения, музейная педагогика. И затем это продолжилось уже в конференции, получившей название «Витебские древности». Первая конференция была посвящена как раз Антону Рафаиловичу Бродовскому, его фотография в интерьере музея в 2019 году. И, опять-таки, здесь много материалов по истории города, по истории региона. Причем конференция, она такая достаточно всеядная. То есть, если хронологически мы ограничиваемся все-таки 20-е годы, так скажем, условно, 17-е, 20-е годы, поскольку все-таки витебские древности. Но географически мы принимали гостей, у нас были участники со всей Белоруссии, это и с областных городов, и из Минска, это музей истории, археологи наши очень активно принимают участие. Это и Польша, это и Латвия, это и Россия, Псковская область, это и Литва. Археологи и ученые со всей Белоруссии ежегодно принимают участие в научной конференции «Витебские древности», которую организует областной краеведческий музей. Нередко к ним присоединяются специалисты из России и Латвии. Диапазон обсуждаемых тем самый разнообразный – от находок римских монет на территории Придвинья до сведений о костеле святого Антония, который когда-то украшал Витебск. К 200-летию Отечественной войны 1812 года было представлено много материалов, посвященных ее событиям, новым находкам над территорией Витебской области. Огромный интерес у участников конференции вызвало выступление профессора Института истории при Национальной академии наук Беларуси Ольги Левко. Она представила подробный отчет об уникальных артефактах, обнаруженных в Витебске при строительстве административного здания на улице Калинина. На глубине 12 метров были найдены фрагменты деревянной конструкции 15-16 столетия. Витебский крывет Аркадий Подливский регулярно стремится поддержать тему конференции своими выставками. Это открытки, марки, значки, документы из его частной коллекции. По итогам научного форума ежегодно издаются сборники материалов, основанные на исследованиях участников конференции «Витебские древности». Мы могли убедиться, какой большой интерес. И к конференции, и к Витебску по-прежнему остается у ваших коллег. Между нами завязываются такие контакты. Причем иногда мы получаем интересные материалы. И вот, например, совсем не так давно выяснилось, что в Кракове в фототеке Егелонского университета хранятся фотографии стереопары из предметов коллекции Федоровича. То есть это именно виды его комнаты, где находились, располагались эти предметы. Вот здесь представлены комнаты, интерьеры комнат в его доме. И здесь, соответственно, и как располагались вещи, как располагалась его коллекция. И, конечно, для нас это уникальная возможность увидеть воочию. Одно дело – видеть предметы. Многие из этих предметов сохранились. Совсем другое – увидеть их в интерьере. Причем это стереопары. То есть их можно увидеть даже в формате 3D в объеме. И здесь, конечно, мы очень благодарны сотрудникам фототеки и Владимиру Мякишеву, который нам из Кракова, который нам помогал все это получить. Одна из наших интересных коллекций, связанная с именем Федоровича, – это масонская коллекция. Не так давно стало известно, что в историческом музее в Москве есть фотография предметов. Большая часть предметов сохранилась. То есть мы можем посмотреть фотографии, можем посмотреть этот предмет живьем. Часть не сохранилась, но, опять-таки, для нас интересно для реконструкции коллекции. И это пример, в общем-то, не единичный. Ну, конечно, очень часто обращаются к нам и организации, и наш областной архив, и те же археологи, историки с просьбой предоставить какие-то материалы из наших фондов для иллюстрации, для публикации. Вот. И мы идем на это. Например, есть такая серия «Древнейшие города Белоруссии». Вышла книга и Витебск, и Друцк, и Полоцк. И здесь очень много наших материалов, наших находок. То, что было найдено в Друцке или, соответственно, в Витебске. Вот. Если так присмотреться, то вот наше сокращение в оком, в оком, в оком здесь очень часто. Ну, и, конечно, наши сотрудники также участвуют и в изданиях. Вот если говорить о... И, насколько я знаю, эти издания очень популярны. Они вышли, наверное, не очень большим тиражом и очень быстро раскупились. Ну, тираж у нас, да, не очень большой, конечно, к сожалению. Ну, и не такой уж маленький. Это вот тысяча экземпляров все-таки для Беларуси довольно большой. Ну, да, да. Это постоянно вызывает. И, конечно, для нас это важно и с точки зрения атрибуции предметов, введения их в контекст, истории и археологических находок. Писания. Да, не только нашего региона, но не только нашего города, но и всего региона. Вот. Ну, помимо этого и наш знаменитый краевед Аркадий Михайлович Подлипский. Вот тоже книг очень много он издает и часто обращается к нам за помощью, как и получение архивных материалов, то, что у нас хранится, биографические какие-то данные, ну, и в том числе и фотографии. Вот эта книга «Лагерь смерти 5-й полк» здесь есть фотографии. Ну, и книги, вот не так давно изданные. Это и «Путешествие со старой картой», уже ставшая известной, уже не как раз пересдававшаяся, где основной текст составлен Людмилой Хмельницкой и ее же книга «Сигизмунд Юрковский». Здесь также представлены наши фотографии из наших фондов. Да, и вспоминается замечательная выставка «Портрет на фоне времени». Да, вот она еще проходит. Вот здесь, опять-таки, наши фотографии. И здесь уже можно увидеть полностью эту, в общем-то, уникальную подборку, 29 фотографий Витебска, периода 60-х, 80-х, 90-х годов XIX века. Вот, ну и, думаю, надо еще отметить и другой наш такой активный деятель, так скажем, на Неве культуры и искусства – это Людмила Вакар. Выставка, выставки, которые она проводила, национальные выставки инситного искусства. Это не так давно тоже была из Занаклида. Замечательная была выставка вместе со Славским музеем, да, у вас экспозиция происходила? Да, даже выставки проходили уже, три выставки прошло, в рам национальных выставки, да, и они так или иначе были связаны с нашим музеем, проходили в художественном музее или в ратуше. И вот тоже было подготовлено вот такое издание, где наши предметы также выставляются. Деваны Алены Киш – сопроводный шедеру народной культуры. Это знакомитая мастачка, которая вошла в сусветную энциклопедию на юного мастачства, которая была выдадена в 1986 году. Она работала в 30-40-е годы на Случине. Там она родилась, там и померла. Померла трагично, утопла. Деваны сейчас – великий раритет, который находится в Заславском музее-заповеднике, а также в приватных коллекциях мастаков в Минске. Первый диван, который мы видим, это диван на сюжет в райском саде. В этом дивану присутствует ощущение отсюда, мрой, сну. И это ощущение похоже от великых померов Львова, которые вошли на диван. Они не тут же природы, они экзотичные для Беларуси. Алина Киш сполучила их разом с образами тут же природы. И створила весь этот суд. Другие диваны, Ля Накиш, мая назву Лизда Каханга. По сути, это вариант передней работы, но с полными изменами, и даже это отчувально в сюжете. Мы видим на сажелце лодку с трымя постатями, две девочки и один хлопец. Уже у этого есть своя интрига, потому что, безумно, одна из девочек лишняя. И не з дарма девочка у желтой сукенцы написана другий раз, но уже на березе. И она сядет на березе и передает лист птицы, ташки. Что написано в этом конверте, что написано в этом листе, можно догадаться по метафоричному образу, який смешанный над самой девочиной. Это орол, який не все у кептюрах в лесу. Орол у народной культуры да и у су-светной культуры – это образ, символ справедливости. А леса – символ надворот, хитрости, падману, змены. И безумно, с получающего из этой эссенции, можно сказать, что девчина хотела сказать своему каханаму про крывду, альбо падман, який я го чекаю. Нарыш тяпошный твор, самый знакомитый, и он широко вядомый на Беларуси и за Межами, «Дзева на годах». Уникальность этого твора в том, что он получает два сюжеты у одной просторы. И по сенсу этих двух сюжетов можно сказать, что они уявляют с собой две темы, две контрастные темы. По стану природы – это ранец и вечер. По символичному сенсу выяв – это молодость и старость, альбо еще больше багулина – это житие и смерть. З левого боку мы бачим девчину у червоной сукенцы, прагажунь, и ка едет по воде, и раскрывая чарот, нибы театральный занавес, з'является нибы цуд, и гэты цуд прикметили птушки, прилетели, спевают ее гонор, а поперед девчины плывут лебедзи. Гэтый сюжет можно праунать с ренесантным живописом, где в образ Венеры за все ды супроводжали лебедзи. И безумовно, гэта триумф молодости, триумф прагажості життя. З левого боку мы бачим больше драматичный сюжет, на валичное небо, ночь, и жанчынам чавне сталая и самотная плыве у невядомость. Гэтый мотив заходзець да темы переплыванья празводы у иншый свет. И безумовно, не все драматично-трагичную формулку. И гэтую ж символику, драматично-трагичную, несуть и великие сосны, які небызваны качаются у небе, гаворычы пра трагедую. Гэта в образ і смерці, і в образ вечності. Алина Кіш памерла вельми трагічна, і она утопла. І махчыма гэтый дыван был пэлным прадбачанім лёсу аутары. І он має аутобіографічний сенс. Не тільки ми встречаємо конференцію, але і самі участвуємо в різних конференціях, як в республіки, так і за рубежом. Це конференція, проходившая в Петербурге, Марк Шагал і Петербург, посвященна 125-леті со дня рождения Марка Шагала. Це така больша конференція міждународна. Але, конечно, участвуємо і в наших містних. Лепельські читання, також музей, який активно проводить регулярно свої конференції. І тут наші сотрудники також приймають участь. Так що наші фонды, конечно, ми не можемо сразу розказати обо всім і сразу все выставити, але так чи інакше, наші предметы, вони включаються, участвують в нашу научну жизнь, становиться більші доступни і, в общем-то, вони подаються именно в контексте, в какому-то історическом контексте, со своєю легендою, со своєю исторією. Ну, конечно, якщо говорити о таких шикарних подарочних изданнях, це «Спадщина Беларуси», подготовлення Олегом Лукашевичем, то, конечно, здесь без наших фондів тоже не обошлось. І здесь ми вновь возвращаємся к імени Антона Брадовська, от знаменитого рицарського пояса з його колекції. І здесь ви видите, що якщо він дан ціліком, так, фрагментами, то є значна частина ця цього іздання, вона так посвячена пояс. Ну, і інші предметы, от столовий прибор, тож із наших фондів, із колекції вже Вацлава Федоровича. І ось такі от прекрасні веще. Замечательно. Работа, конечно, продолжається. Хотелось би дуже багато іздати, і хотілося б іздати на високому уровні. Конечно, ми нескільки ограничені в средствах. Зараз ми роботаємо над каталогом, путеводителем выставки «Клади землі Витебська». То есть, ми надіємося, що це буде таке інтересне і достатньо розданне іздання, де можна буде познакомитися з тими предметами із нумизматичної нашої колекції. Одна із найбогатейших в Білорусі. Да. Якщо говорить в целому, якщо говорить о «Кладах», то, конечно, ми виглядемо скромно по сравнению з історическим музеемом в Минскі. Але в цілому наша нумизматическая колекція, благодаря Антону Бородовському, она одна із інтересніших в республіки. І даже в своє час приїжджав такий известний нумизмат, як Іван Спаский, він подчеркивал, що дуже інтересна колекція, багатая колекція, редкая колекція. Це і античні монети, це і Средневеков'я, причем це і Западна Європа, це і Америка, і даже Африка, і Азія, і Японія, і Китай. В общем-то, дуже разнообразно представлено. І одна із наших таких тем – це колекція Васлова Федоровича. Якщо у нас був інтерес к масонській колекції, то сейчас, в общем-то, ми стремимся показати цю колекцію більше полно. І є для цього матеріалу. Не так давно були виявлені матеріали в архиві Російської Федерції. І в совокупності, опять-таки, з нашими матеріалами. Це получився дуже інтересний спорник. Тому що тема ця завжди інтересує. Це, з однією, це інтересно як історичні, так і інтересно і внішні. Це і внішні, це антикварні предмети. Це, причем, дуже разнообразна колекція. Це і ткані, це і документи, це і оружі. Виставка оружія також вызывает у нас неизменний інтерес. Але це, опять-таки, наші колекції во многом созданы усілиями частних колекціонерів, людей, які в XIX, в начале XX века прилагали все усілия, щоб ці предмети виявити, сохранити. К счастью, нам, опять-таки, більше повезло, чем многим іншим музеям в республіки, що музеї успіли, колекції успіли в основному эвакуувати, вони сохранились. І треба дати дані уваження тим многим сотрудникам музеї, які сохраняли це на протяжі десятилетів, в ХХ, 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 в послевоенне. Тому що, коли читаєш документи, в якому вигляді це було привезено, там, наприклад, бочонок з монетами, буквально так це і записано. В реестр, да? Да, то есть, якісь кількість в ящиках, бочонок з монетами, і, звісно, коли вдалося вивезти буквально за нескільки днів до занятия міста немецко-фашистськими захватчиками, тому только це чудо произошло, і то, що це сохранилося, то, що це потім повернулося, це ще одне чудо, і, звісно, такий більшой труд, огромний труд, коли це вдалося вже потім як-то розложити, систематизувати, сохранити. Ну і, помимо цього, треба сказати, що музей довгое время, 80-е годи, був на ремонті. Тобто це була ще одна, так скажем, евакуация, виїзд в здание на Толстого, потім переїзд, то есть, опять-таки, це все було було розібрати, розпределити по коррекциям, систематизувати, розложити по местам хранения, в хранилище. Ну і зараз, конечно, ця робота продолжається, тому що багато надо, конечно, уточняти, появляється нова інформація. Ну, це та частина подводна, яка невидима, яка скрыта, і, в общем-то, вона занимає гораздо більше порой время, і усилий для цього потрібно більше, ніж та видима частина, як виставки, мероприятия. Ну, какую бы выставку ви хотіли б заполучити в такому випадку? Ну, сейчас, понимаєте, біда, опять-таки, якщо ми говоримо о сотрудничестві з музеями, ну, якщо з нашими, з білорусськими музеями, то це проще, тут ми как-то удається нам на каких-то приємливих условіях договариваться і получати. Якщо говорити о роботах, наприклад, з России, то сразу вопрос встає о страховці, ну, даже не стільки о таможні, скільки о страховці, о транспортировці, об обеспечінах сохранності, і чим музей, так скажем, више статуса или чим інтересні вещи, тим це сложнее. Тому що, якщо говорити, наприклад, о предметах із того ж Русського музея, із Третьяковської галереї, то це вже, в общем-то, висший такой уровень, який себе позволити може ну, разве що національний художній музей, якщо ця виставка проходит. Сейчас у нас ведуться переговори с Псковским музеем-заповедником, и, в общем-то, так вполне благосклонно было принято наше приглашение о предоставлении работ Шагала. В Пскове есть две работы, это «Гуашку пани ребёнка» и знаменитая работа «Тушью», это «Чёрные», как их называют, «Любовники». Надеемся, что эти работы в следующем году посетят Витебск, потому что надо сказать, что с падением железного занавеса работы Шагала, в частности, из собраний музеев России, им так повезло больше, буквально их нельзя увидеть в музеях, к которым они принадлежат. Это касается и Русского музея, и Третьяковской галереи, и того же Псковского музея. Казалось бы, работы не столь значительные, их не так много, но они интересны именно в контексте всего творчества, и я вот, сколько я не приезжал в Псков, но увидеть их в экспозиции Псковского музея не мог. Я их видел в Москве, я их видел в Петербурге, и они объездили весь мир, не так давно были в Италии, в Брюсселе и так далее. И если это произойдёт, то, в общем-то, это всё-таки для Витебска это большое событие. Ну, будем ждать в таком случае. Витебска, обитель красок здесь собраны 48 фотографий города, которые я снимал в течение двух лет. Поскольку я родом недалеко из Витебска, мы постоянно сюда ездили, мне он очень нравился и нравится. Мне хотелось его показывать с необычной точки, потому что, заходя в интернет, ну, как бы заезженный, скажем так, мне интересно было залезть и показать так, как ещё, может, никто не видел. Когда выхожу просто с камеры, есть настрой, что-то поймаешь. Бывает, ходишь, наснимаешь, но из этого ничего нельзя взять. Само удачное время для съёмок это вечер и рассвет. И иногда для утренних фотографий приходилось не ложиться спать, чтобы запечатлеть что-то. Но иногда это того стоило. Было бы в идеале, когда задумка совпадает с реализуемой фотографией, но обычно всё получается не так. Получается иначе, в общем-то. И иногда то, что получается, оно людям нравится, в общем. Со временем ты понимаешь, что идёт в кадр, что не пойдёт. То есть ты со временем начинаешь обрезать. То есть то, что ты видишь, ты раз выделил окошечко, снял. Ну, раньше было иначе. То есть раньше ты пошёл и снимаешь всё подряд. С опытом, наверное, это появляется. Благодаря этим фотографиям, которые я снимал именно города Витебска, мне удалось съездить в Китай. Там проходил обмен опытом по фотографии. Благодаря этому набрался опыта какого-то. Ну и всё же пообщался с людьми. И любая поездка условно оставляет какие-то впечатления. Всё было интересно, всё новое. Самое большое впечатление – это китайской стены, потому что это что-то такое невероятное, которое, наверное, никого не оставляет равнодушным. Их особенная культура, всё оформление в красных цветах – необычно, интересно. Я сейчас более перехожу на движущуюся картинку, то есть на видео. И мы снимаем ролики и рекламу. Так что в планах только создание каких-то таких визуальных проектов. Музыка. 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 Оля, у вас как у человека, которому доверили хранить все фонды музея. Хочу спросить, сколько предметов составляет коллекция? Музейное собрание ваше. Вопрос, наверное, правильный, потому что наше музейное собрание считается одним из богатейших в Республике Беларусь. На сегодняшний день фонды музея насчитывают более 210 тысяч единиц хранения. Это предметы, которые являются частью музейного фонда Республики Беларусь. Наш музей был основан на базе собраний Антона Брадовского частной коллекции и также фондов Велинского военного собрания. В последующие годы музейные коллекции пополнялись за счет собраний витебских коллекционеров, а также за счет предметов, которые хранились в музеях, дореволюционных организаций и учреждений Витебска. Испытанием для города, для жителей и для музея стали годы Великой Отечественной войны. В это время коллекции музея были вывезены в эвакуацию в Саратов, однако большая часть предметов оставалась в Витебске и, к сожалению, определенная часть музейных предметов была утрачена. Однако многое удалось сохранить и спасти. И в настоящее время мы условно делим наши фонды на две части – это довоенное собрание музея и поступление послевоенных лет. Надо отметить, что после освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков музей восстановил свою работу уже в июле 1944 года. И первая выставка, которая в музее была создана, была посвящена Великой Отечественной войне. Не случайно, что большую часть музейного собрания составляют предметы, которые относятся именно к этой тематике. – Что из последнего, касающегося военной темы, поступило в фонды вашего музея? Какие это были предметы? Что это? – Кроме фотографий экупированного Витебска, о которых я уже говорила, за последний год к нам поступило несколько личных комплексов участников Великой Отечественной войны, в числе которых награды людей, которые принимали участие в боевых действиях, их личные вещи, которыми пользовались быту, а также документы, фотографии, которые помогают раскрыть этого человека, его биографию. Таким образом, на примере отдельного, конкретного человека мы можем говорить о судьбах многих людей, которые жили в то время. В последующие годы в музей поступали предметы от жителей Витебска, которые они приносили в дар. Также сотрудники музея верили тренаправленный сбор предметов, ездили в экспедиции, собирали предметы археологии, этнографии, быта и другие. Была такая практика, когда музеи обменивались предметами друг с другом, в частности, например, монеты из Витебского музея были переданы в другие музеи Беларуси. – На Ваш взгляд, какой самый ценный Вы считаете, какой самый интересный Вы хотели бы о нем более подробно рассказать? – Сложно сказать, какой предмет самый ценный, потому что каждый предмет, почти каждый предмет, он имеет свою какую-то ценность. Для кого-то более интересным и ценным покажутся предметы нумизматики, которых в музее насчитывается более 30 тысяч. Это и клады, это и единичные монеты. Кто-то скажет, что самым уникальным предметом в нашем собрании является музыкальный инструмент начала XIX века. Важно сказать одно, что в музее достаточно большое количество предметов, которые относятся к уникальным и редким, и которые включены в перечень особо ценных предметов Музейного собрания Республики Беларусь. – Какие это особо ценные? – Например, на всю Беларусь известен рыцарский пояс серебряный, который был изготовлен в конце XVIII – начале XVIII века. Он был передан из коллекции Антона Брадовского. Также наш музей славится большим количеством кладов, которые в нем хранятся. – По какому принципу компонуется дальше коллекция, формируются ваши предметы, в хранилище поступают? – Собрания Витебского областного Куревического музея формируются в соответствии с профилем. То есть мы собираем предметы, которые характеризуют историю, культуру, экономику нашего региона. Также частью музейного собрания являются природоведческие коллекции. И в нашем музее работает неплохая экспозиция, посвященная природе Витебского края. Если говорить о способах комплектования последнего времени, то необходимо отметить, что в последние годы музей активно использует такой способ, как приобретение предметов на интернет-локационах. В частности, в последнее время в наш музей поступили достаточно уникальные, редкие фотографии с видами Витебска, периода немецко-фашистской оккупации, а также фотографии с видами нашего города начала XX века. И если на конец XX века фотографий периода 1941-1945 годов у нас было не так и много, порядка 40 единиц, то уже на сегодняшний день мы можем говорить о 100 экземплярах этих предметов. В областном краеведческом музее представлена фотолетопись Витебска за последние 150 лет. В экспозицию портрет на фоне времени вошли уникальные снимки из фондов музея и Государственного архива Витебской области. Это около 200 работ известных фотографов рубежа XIX-XX веков. Благодаря мастерам прошлого столетия Сигизмунду Юрковскому и Якову Пашковскому можно увидеть Витебск таким, каким он был много лет назад с его дивными улочками и величественными храмами, таким, каким его уже никто и не знает. В другом зале уже совсем другой Витебск, современный, с типовыми домами и новостройками. Свой художественный взгляд на город представляют фотографы нашего времени Владимир Базан, Михаил Шмерлинг, Александр Глебов. Тут же фантомные образы Виктора Борисенкова в проекте «По ту сторону времени». Отдельный блок масштабной экспозиции рассказывает о развитии фотоотдела в Витебске. Здесь и инсталляция фотолаборатории, и уникальная коллекция советской техники. Прогулка по Витебску на фоне времени привлекла немало посетителей. В советское время, в 60-е, 70-е, 80-е годы, таким популярным способом передачи предметов фонда была пересылка по почте. И из разных уголков Советского Союза, из разных городов, в музей приходили письма, посылки, в которых жители этих городов передавали предметы, характеризующие историю, культуру нашего региона. В последнее время, конечно, такой способ не часто используется, но тем не менее в 2014 году в музей из города Челябинска была передана посылка, в которой находилась табакерка 1930-х годов, с надписью «Витебск». Она была изготовлена в одной из артелей нашего города, и попала она в Австрию, каким образом, вероятно, в годы Великой Отечественной войны, потому что житель Челябинска именно в Австрии, в одной из антикварных лавок ее приобрел. Как рассказал сдатчику хозяин лавки, он приобрел в свою очередь этот предмет у жителей окрестных деревень, в хозяйствах которых в годы войны работали пленные советские солдаты. Таким образом, табакерка попала в Австрию, а в прошлом году вернулась на родину. Нередки случаи, когда жители города сами приносят в музей предметы, обращаются по вопросам передачи для фондов каких-то личных вещей, которые хранились или хранятся в семейных архивах. И, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем жителям Витебска, которые обращаются в наш музей по вопросам передачи предметов для фондов, потому что таким образом мы не только пополняем свои коллекции, таким образом не только для наших потомков передаются предметы материального и культурного наследия, но таким образом и жители города вписывают свое имя в историю музея. – Потому что каждый экспонат – это тоже же история, прежде всего, человека какого-то, которому передавался, он который хранил, который где-то приобретал, правда же? – Да, конечно, эта информация о людях, которые нам передают в музей предметы, или о людях, чьи предметы передаются, это тоже хранится в музее, и я думаю, что это будет интересно тем, кто будет жить после нас. – В последнее время какие были более крупные поступления в количественном плане? – В последние годы, да, действительно было несколько крупных поступлений и как от жителей города, так и от организаций и предприятий. Например, в 2013 году музей передал свою коллекцию известный витебский художник Олесь Мемус. Сейчас мы готовимся принять большое собрание музея фабрики имени Ким, которая, к сожалению, в этом году была закрыта, и все предметы, которые находились в этом музее, будут переданы нашему музею. – Вы знакомились уже с ними? Имейте представление, что это за предметы? – Предметы самые разноплановые. Это и образцы продукции этого предприятия, и какие-то предметы… – Ну да, это целая история Витебска. – Да, какие-то предметы оборудования, и материалы о тех людях, которые работали на предприятии от начала его основания и до дня сегодняшнего. Ну, я думаю, что, конечно, эти поступления станут значительным пополнением фондового собрания Кровеческого музея. Пример того, что предметы поступали от предприятий города Витебска, не единичный. В 2002 году, после того, как прекратил свое существование завод имени Коминтерна, музей этого завода также был передан в наше собрание. В числе этих предметов тоже довольно много уникальных и интересных. Например, люк завода Гринберга с надписью о его владельце, который был изготовлен на этом предприятии в 1898 году. – Те коллекции, которые поступают в фонды вашего музея, они хранятся там, либо это выносится на суд зрителей, посетителей вашего музея? – Да, безусловно. Если люди передают в собрание музея какие-то предметы из личных архивов, это не значит, что они отсюдают в фондах и никто никогда их не увидит. Вот, например, яркий тому пример – это коллекция фотоаппаратов Вадима Кузьмина, жителя Витебска. Мы уже называем его друг музея, потому что человек передал достаточно большое количество предметов быта, и в том числе коллекцию фотоаппаратов. И в настоящее время она выставлена на всеобщее обозрение, находится на выставке «Витебск. Портрет на фоне времени». Также коллекции Олеся Мемуса планируются быть выставлены в следующем году в виде выставки в одном из залов нашего музея. И вообще мы стараемся периодически делать выставки разноплановые, на которых можно представить самые разные предметы, которые хранятся в фондах, будь то монета, или сервиз, или костюм мещанки. И таким образом знакомим жителей города с богатством наших фондовых коллекций. Какая коллекция пользовалась самым большим спросом у посетителей, вызывала интерес? Из тех выставок, которые мы делали на основе фондового собрания последние годы, наибольший интерес вызвала выставка фарфора, которую мы делали совместно с жителями города и привлекали также к участию жителя города Орши. Это те предметы, которые окружали быт наших родителей, которые мы сами помним из детства. И красивые фарфоровые статуэтки, которые сегодня уже считаются во многом предметами раритетными, были представлены зрителям и много хороших отзывов мы получили в результате этой выставки. Может быть, что-то планируете в дальнейшем такого рода экспозиции создавать? Да, в следующем году мы планируем выставку «Витебские модники». Конечно, мы постараемся по максимуму представить собрание нашего музея на эту тему. Но я уверена, что у жителей Витебска также найдется немало интересных вещей, которые могут быть представлены на этой выставке. И если есть такое желание, мы с удовольствием примем в дар или на выставку эти предметы. Закончить сегодня нашу программу я хочу словами известного писателя и художника Аркуэлла Кента. Высшая цель, которой может служить искусство, способствовать тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили. Мы продолжим с вами экскурсию по Краевеческому музею в следующей нашей программе. Встретимся ровно через неделю на телеканале «Витебск». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда мы стоим на пороге зрелости и начинаем постепенно замечать перемены в себе, изменения в жизни наших родных и близких, нам очень хочется заглянуть в будущее, узнать, что будет с нами, кем мы станем. И как раз роман Вирджиния Вульф «Миссис Дэллоуэй» — это окошко в темное для нас будущее. В центре романа миссис Клариса Дэллоуэй, безупречная светская леди, которая ожидает своих друзей на прием. И в течение всего одного дня, встречая их, она переживает всю свою молодость заново. И Клариса, и все ее друзья чувствовали себя бесконечно молодыми до встречи. Оказавшись друг с другом, они вынуждены признаться себе в том, что молодость прошла, а уже и зрелость на пороге старости. И это заставляет их переосмыслить всю свою жизнь. Утешение старости в том-то и состоит. Страсти в нас ничуть не утихают. Но обретаешь, наконец-то, способность, в которой самая изюминка и есть. Способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно поворачивать на свету. Все персонажи романа не погрязли в своем возрасте, а вышли на новый в своей жизни уровень. Как раз то, что они не остались, скажем так, верны своим максималистическим идеалам, не стало для них трагедией. Именно самые несчастные персонажи романа – это те, кто старея накапливал опыт, но потерял возможность чувствовать. Те, кто как раз либо стал бесчувственным, пустым изнутри и оказался, по их собственным словам, обречен самой человеческой природой. Либо те, кто остался верен идеалам, но готовы приносить жертвы, которые мир не просил приносить. По сути, они заставляют себя мучиться ради абстрактных идеалов молодости, которые не нашли применения в реальной жизни. Они были молоды. Вот. Лариса искренна. Вот. Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна, действительно, потому что она поняла – единственное, о чем надо говорить – наши чувства. Все эти умнични – здорово. Просто что чувствуешь, то и надо говорить. Мысль о том, что умение чувствовать – это наше главное сокровище, возможно, в жизни, наводит и героев постепенно, и даже читателя на мысль о том, что, возможно, своеобразный, немного абсурдный смысл жизни именно в том, чтобы чувствовать, чтобы накапливать эмоциональный опыт и воспоминания для того, чтобы создавать свой небольшой мир из этих воспоминаний и ощущений, который родился с нами и с нами же однажды угаснет. Нет больше радости, думала она, поправляя кресло, подпихивая на место выпившуюся из ряда книгу, чем оставив победы юности позади, просто жить, забирая счастье, смотреть, как встает солнце, как погасает день. Я прочла роман Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй» дважды. Впервые, когда мне было 22, и сейчас, когда мне 25. Я удивилась, как всего за несколько лет роман из довольно отвлеченного, местами откровенно непонятного, превратился в уникальное и нужное именно сейчас произведение. Ведь именно сейчас, когда зрелость уже наступает, постепенно, неумолимо, важно понять, что быт, нужда, жизни, какие-то наши обязанности и ответственность не станут причиной гибели наших идеалов, а как раз наше будущее, сделая жизнь, просто немного их смягчит. Сделать так, чтобы эти идеалы возможно было притворить в жизнь, для того, чтобы не нужно было жертвовать своей жизнью ради них. И именно идея того, что независимо от нашего жизненного выбора, мы все равно создадим сами свою уникальную историю, которая должна быть только для нас, в которой есть смысл нашей жизни. Именно эта идея помогает избавиться от страха перед зрелостью и страха перед будущим. Ведь на самом деле не сама зрелость, а именно страх перед ней сковывают нас и порой мешают по-настоящему счастливой и полноценной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, у каждого счастливого обладателя цифрового фотоаппарата найдется в архиве серия фотографий в прыжке. Делать их нас побуждает непредсказуемость результата и яркие эмоции, которыми сопровождается сам процесс. Снимки прыгающих людей принесли мировую известность фотографу Филиппу Халсману, который одним из первых начал использовать в работе этот сюжет. Сам Халсман объяснял свой замысел так. «Меня всегда притягивали человеческие лица. Каждый из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина. Когда человек прыгает, его внимание в основном направлено на сам акт прыгания. Маска спадает, и появляется его истинное лицо». Халсман был штатным фотографом журнала «Лайф». По долгу службы он много снимал знаменитостей для обложки и публикаций в журнале. Его рекорд — 101 фотография для обложки «Лайф» — до сих пор не побит. Известные люди легко и с удовольствием соглашались поучаствовать и в его экспериментах со съемками в прыжке. В 1959 году выходит альбом «Джамбук» — «Книга прыжков», на страницах которого можно видеть Грейс Келли, Мерлин Монро, Одри Хэбберн, герцога и герцогиню Виндзор, будущего президента США Ричарда Никсона, отца атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, всего около двух сотен знаменитых прыгунов, включая самого Халсмана. Но самой знаменитой и необычной фотографией из этого цикла смело можно назвать работу, известную под названием «Дали и кошки», которая в действительности называется «Дали Атомикус». Идею создания этого сюжета подсказало научное открытие, гласившее, что атом имеет планетарную структуру. На этом снимке Сальвадор Дали играет роль ядра, а парящие вокруг него предметы, роль электронов. Для создания задуманного сюжета потребовался целый ряд ассистентов, несколько отважных кошек, леска и немалый запас пленки. Изначально вместо воды планировали использовать молоко, однако от идеи пришлось отказаться из-за возможных обвинений в расточительстве, ведь съемка проходила в 1948 году, в послевоенное время. Основной реквизит был подвешен на толстую леску. Стул на переднем плане держала жена фотографа. Ассистенты бросали кошек и лили воду. После каждого кадра Хаусман бежал в лабораторию проявлять пленку. Ассистенты принимались мыть пол, ловить и успокаивать разбежавшихся по углам кошек. В итоге, для того, чтобы добиться этого знаменитого кадра, было потрачено 6 часов. Дали и кошкам пришлось прыгать 28 раз. Сотрудничество Хаусмана и Дали не ограничилось этой фотографией. Они познакомились в 1941 году, и их творческие и дружеские отношения продлились около 30 лет. Вместе они создали два альбома сюрреалистических фотографий – Дали Атомикус и Усы Дали. Об одном из сделанных снимков Дали писал в своем дневнике. «Я решаю сфотографировать волосяную историю марксизма и вешаю себе на усы шесть белых бумажных кружочков. На каждый из них Хаусман накладывает портреты Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Маленкова. Последний кружочек я оставляю для Хрущева». Заслуги Хаусмана не остались без внимания. В 1945 году талантливый фотограф был избран первым президентом Американской ассоциации журнальных фотографов. В 1958 журнал «Популярная фотография» назвал Хаусмана одним из десяти величайших фотографов в мире. И, наконец, именно в его честь, в 2006 году в Риге был установлен первый в мире памятник фотографу. Автор памятника, Григорий Викторович Потоцкий, создал его таким же сюрреалистическим, какими были работы Хаусмана. По сложившейся негласной традиции фотографироваться рядом с памятником принято в прыжке. Эта песня исчезла тех, что узнаются по яркому музыкальному рефрену. Она стала первым хитом легендарного композитора и осталась единственным для исполнителя. Впрочем, имя ни того, ни другого сегодня большинство не вспомнит. В отличие от названия песни, которую знают, кажется, все. Последняя электричка. Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда позвала тебя мама домой. Я минулся к вокзалу, а опять с меня сбежал. Последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду. Домой по привычке. Авторы песни – композитор Давид Тухманов и человек разносторонней творческой деятельности, в данном случае выступивший поэтом Михаил Ножкин. Последняя электричка появилась в 1961-м, но страна узнала о песне только пять лет спустя, когда Ножкин, пользуясь положением первого ведущего программы «Голубой огонек», протолкнул ее на телевидение. Запись в исполнении завсегдата этой передачи Дмитрия Ромашкова оказалась неудачной. Тогда авторы предложили песню Владимиру Макарову, который только что стал лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады. Вот тогда-то последняя электричка и стала взрывным номером танцплощадок. Закрепил успех песни мультфильм «Ну, погоди», использовавший самые яркие хиты своего времени. Таким и была последняя электричка на момент создания первой его серии. Ну, Заяц, погоди. Певец Владимир Макаров вышел из самодеятельности, причем из тюремной. Осужденный в 50-м за кражу в универмаге, он отбывал наказание в одной из колоний Колымского региона, где стал участником ансамбля заключенных, руководил которым певец Вадим Козин. Там же познакомился со ссыльным Эдди Рознером и после освобождения стал участником его коллектива. В начале 70-х по стране прокатилась очередная творческая чистка. Макарову припомнили его прошлое, и он исчез с центральных площадок. Концертная деятельность артиста продолжалась в захолустье. Макаров перенес два инфаркта подряд и больше не мог работать, доживая забытым пенсионером Москонцерта. Михаил Ножкин сыграл ряд запоминающихся ролей в кино, но оказался в черном списке за ряд бардовских песен, содержащих острую социальную сатиру. Лишь Давид Тухманов оказался одним из самых востребованных и успешных композиторов-песенников. Среди его шлягеров «Эти глаза напротив» — «Соловинная роща», «Чистые пруды» и «Нетленный день победы». Что, впрочем, никак не помогло его первому хиту. Говорят, что в гостелерадио поступило возмущенное письмо из Министерства путей сообщения. Разве авторы не знают, что в песне они нарушают правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, а ходить ночью еще опаснее. В общем, повод нашелся, и наряду с еще несколькими яркими хитами 60-х «Последняя электричка» оказалась скомпрометирована. Более 30 лет по шпалам никто не ходил. А на рубеже веков ее перепели Иванушки, и вслед за ними еще десяток исполнителей. Оказалось, что «Последняя электричка» — из тех песен, которые невозможно забыть. «Последняя электричка»